Вдруг уже ничего не записывается Я тут какие-то пальцы вверх показываю Подмигиваю в камеру А там давно уже просто Санька 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 Я могу воткнуть в любую секунду А как ты узнаешь опять же Что надо втекать Что такое В принципе в этом возрасте уже должен знать Когда надо втекать Все вот это в название надо включить Чтобы все к нам попали И эти 5 минут просто посмотрели Такие вы че пи*** Как так-то С вами подкаст Суровый веб Проект Ювеб Дизайн Выпуск 243 Вот И у нас здесь подкаст Про веб-разработки В частности И IT в целом И вообще про всякое Меня зовут Александр Гончаров Меня зовут Никита Тарасов Мы начинаем Наш вот этот классический Блог Блог В котором мы разгоняемся Потому что Нет, если кто-то Если кто-то не знает Да, если кто-то не знает У нас там в серединочке На самом деле достаточно Такие темы Айтишные А сейчас как бы Поначалу там такая халява И под конец Тушь халява Вот Мы кстати сегодня писали Пришоу в тот же день Что и шоу Давно такого не было Поэтому послушайте Там еще виднее Как мы разгонялись На самом деле Ссылка есть Как обычно в описании Вот Это кстати Я вот сейчас смотрю На эти камеры Многочисленные Мы с телефона Сегодня снимаем Не с вебок Чтобы вам прям Вообще качественно было Вот И я не знаю В какую из камер смотреть Ты знаешь в какую? Я Ну я знаю в какую А нет Не знаю Просто это надо прям реально Пальцем проверять Ну типа закрывать палец И проверять Какая из них В данный момент Функционирует Короче да Пишите нам Если что На worksobakaevobesign.ru Если хотите нам Что-нибудь там Рекламу какую-нибудь Заказать Или что-то Еще или просто С нами поговорить На worksobakaevobesign.ru Пишите и нормально Да Да Ничего круче имейла До сих пор не придумали Для такой связи Круче только по телефону позвонить Да Да Имейл вряд ли запретят Хотя Все возможно Но надеюсь не запретят Да Хорошо Первая Тема у нас Это Илон Маск Официально получил Должность Технокороля в Тесла Просто такая Знаете Шутка Вспышка Как это называется Потому что Здесь на самом деле Пишется что Илон Маск По прикольчику Теперь Технокинг Оф Тесла А его Финансовый директор Который Подручный Он мастер над монетой Мастер оф коин Хотел бы ты быть Подручным Ну у Илона Маска Я бы хотел быть Подручным Так вот Мастер оф коин Финансовый директор Короче говоря Я так понимаю Что это Ну прикол На Игру престолов Тем более Что они сами шутят Что Тесла Пока не собирается Становиться Одним из семи Королевств Вестероса Здесь Это естественно В основном Сделано Кроме того Чтобы сделать Инфоповод Прикольный Это еще и просто Как бы Говорится о том Что Илон Маск Уже там совсем Увеличился Его бабки Там До каких-то Просто гениальных Денег Там 25 миллиардов Рекордные Исполнился В своем состоянии Да Он там вообще Зарвался Еще вот это слово Зарвался Зарвался Русский Русский Резкий рост акций Тесла происходит Почему Саня Вот мне в этой новости Только одно интересует Почему ты Почему вообще Тесла Первое Кому-то нужна А второе Почему там Что-то растет Еще у них Да просто Тесла Это мем Это как биткоин Просто ультраспекулятивная Хреновина Практически Ничем не подкрепленная То есть просто Много Кто ее покупает За счет того Что заходят Большие объемы Она растет И как бы И все Не ну то есть Ты не связываешь это С качеством автомобилей С нужностью С потребностью Всех в электрокарах Нет конечно Но ты же Если посмотреть По Всяким Инфоповодам То никаких там Сверхкачеств Или чего-то Такого Даже и нет Ну то есть Это А вполне себе Заурядные Электрокары Ну опять же Как заурядные Они были в общем Плюс-минус Там первыми Такими успешными И так далее Ну блин Это Ничего в них Такого нет Они так же Ломаются Там подвергаются Всякой хреновине И так далее Поэтому Да А про что-то Недавно Маск тоже сказал И у этого Взлетели акции Резко Что же это было-то Что-то Он сказал Про какую-то То ли игру А У Сиди Проджекта Показали Короче Что В Тесле Можно Ведьмака Будет играть Я не знал Вообще Ни новости Не знал Ни то что Что-то там Подросло После этого Не знал Там короче Была тема Что Это было Ну достаточно Уже старая Опять же Инфоповод Что Там был скрин Внутри Интерьера Теслы И там же Такой айпадик В Тесле Встроенный И на вот этом Айпадике Открыт Ведьмачок Причем А контроллер Какой простите Просто обычный Блюбок геймпад Какой-то это Знаешь Форендер По-моему Был Но только это Официальный был У Чулини У них на сайте Вот И там даже Не то что Игра была открыта А была открыта Страница С Ведьмаком Просто знаешь Ну типа Можно играть будет И Все У Сиди Прожекта Сразу Как вот У них падало Все Там С киберпанком Так сразу Поднялось Все За одну секунду То есть Понимаешь Оно Вообще Магическим образом Работает Если Тесла Опять же Скажет Про наш подкаст Если в Тесле Откроют наш подкаст Это досвидос Саня Ты просто Я не знаю что Ты подставляй Ведра под деньги Сразу У меня подставлено Уже одно Поэтому Если что Я его помою И под деньги Приспособлю Нормально будет Да можешь не мыть Деньги не пахнут Ну да Деньги кстати Нормальный абсорбент Мне кажется Они это все впитают И в общем И в целом Только лучше будут Поэтому тут да Конечно Ну блин Я не знаю Что тебе еще На это ответить Это сам факт того Что мы тоже Это обсуждаем Просто не захучно Называется Ну вот Видимо Видимо так И все Вот это То есть я не вижу Абсолютно никаких Предпосылок Потому что на мой взгляд Не на мой взгляд А на мою память Если она мне не изменяет То до сих пор Тесла Не прибыльна То есть Ее Ну как бы Она до сих пор Убыточная по факту Просто Ну настолько много В нее вваливают Именно Ну в бумаге Денег Что как бы Вот Такой эффект Их же никто Не окешивает Это просто Это же люди Сами покупают Себе эти акции Ну если Очередной Какой-нибудь сплит Не произойдет А по-моему У них уже один Происходил То это Никаким образом Нельзя Пощупать будет И так далее Просто сам факт Того что Вот условный Илон Маск Является держателем Акции И то что Все это покупают Стоимость акции Растет Точнее цена Его пакет Тоже растет Но он растет При условии Что он его захочет Возьмет Сам продаст Но если он Его не продает То есть Вот это вот То что у него там Увеличилось состояние Оно же не в кэше Увеличилось Не то что у него Сундуков на 25 миллиардов Золо там Больше Просто акции Выросли Сегодня увеличилось Завтра уменьшилось Это как бы Это Ну Я то на самом деле Эту новость Именно из того Что Они заигрались Уже И придумывают Всякие должности Я не знал Что это про Игру престолов Если честно Вот те Вот те Я понимаю Что если бы Мы сейчас были в КВН То должна была Быть сценка Где Илон Маск В пятерочку приходит И ему говорят Пакет будете брать Он говорит Да не Со своим И достает У него там Миллиарды в пакете Ну Неплохая Да Просто Это Ну Это тогда Мы должны с тобой Именно Из Вовки Какие-нибудь Титулы тоже взять В рамках Europe Design И Смешно будет Тем Кто знает Что это из Вовки Так конечно А какие интересно Мы бы Опять же Адский крик Тюремщик Какой-нибудь Я не знаю Что-то из актуального Архонт Десница Архонта Граф Ну Это Не сильно К Вовке Относится Но опять же Кто знает Тот поймет Да Что Что граф Ну круто Пишите в комментариях Вы какие себе Должности бы Придумали Если бы Вы где-то Кто-то были Кем-то Если бы были Вдруг Нас Тоже CEO Всякие Слушают Да Я уверен В смысле Вот именно В смысле Вдруг Ты имеешь Это Конечно Нас тут Вообще Все с пакетами Слушают Главное Не на Ступеньках Чтобы с пакетами Сидели Ну да Ну круто Обладательница Фамилии True Полгода Не может Воспользоваться Своим аккаунтом В Apple iCloud Такая новость У нас Следующая Хорошо Что у нее Фамилия Не DropDB Понимаешь Да Здесь есть Про это Тоже шутка Я не мог Ничего Про Apple Не запихнуть В наш подкаст Поэтому Так вот Какими-то Окольными путями Сеточки Оп-оп И чуть-чуть Apple есть Все-таки Отрабатываем Да Отрабатываем Ну кстати говоря Сегодня утром Когда Ехал В ветеринарку Открыл Почту И Есть Новая порция С мрак Румерса Что там Опять Какое-то Что-то Стекло В 13 Я даже Открывать Не стал Потому что Ну Менять верстку На ходу Я не хотел Поэтому В следующем Подкасте Будет Уже Полноценные Темы Про Apple 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 Стекло Простите Куда Стекло Ну в смысле Какое Заднее Переднее Я тебя понял Так вот Обладательница Фамилии True Полгода Не может Использоваться Своим аккаунтом В Apple iCloud Настолько Курьезный Бред Я просто Не представляю Какого хрена Реально Она Интересно Кстати Родственница Того True Который Из GTA Сандерас Ну Тот Truth Тот Именно Правда Правдин Есть такая фамилия Кстати Правдин Спасибо Так вот Пожалуйста Параллельно Еще даже Чай заварят Это круто Потому что Меня уже Подсасывать Начинает Видишь Это Ты тоже Технокороль Походишь Видимо Да Ну так вот Короче Причем Настолько Бредово Все в этом И первое То что У Apple Настолько Хреново Написан Код Что нету Проверки По типам Второе Что до сих пор Не пофиксили Полгода Не может Воспользоваться Причем Она обращалась В техподдержку И так далее Ну Она причем Прям логинится И у нее Хоп iCloud Has stopped Responding Потому что Can it set Value true To property Last name У нее там По пятисотке Все отваливается У нее именно Да Пятисотит Так сказать Она не может Зайти в iCloud И самое Самое Смешное Что Бабки Списываются То есть Она не может Отменить подписку Потому что Она не может Зайти в iCloud Блин Ну это Это грустно Это как-то Это уже Как-то на бабки Она попадает Это уже реально Можно в суды Подавать Но она все еще Держится И просто Обращается в техподдержку Типа чуваки Вот вам текст Так сказать Ошибки Сделайте что-нибудь Она сама программист Видимо Потому что Видимо нет Потому что Пользователи Твиттер Уже программисты Отреагировали На жалобы Девушки Предложив ей Добавить Например Параметр ToString Чтобы перевести Именно True Чтобы он Не как Так сказать Это Как Булевое значение А как строку Воспринимал Да Вот Но на самом деле Не получится Потому что Кто-то Кто-то А еще Смешно Что Кто-то Шутку Сказал Что самым Быстрым Решением Будет выйти Замуж Взять Другую Фамилию Супруга Но Предостерегли Что могут Быть Проблемы Если у Супруга Будет Фамилия Null Или Drop Table Разработчик Павел Джундук Показал Где именно Возникает Проблема С преобразованием Строки True В логический Тип Данных И здесь Ну реально Вот массив Полей Который Получается В том числе Last name И все поля Которые есть Перебираются Просто чтобы Если равно True Так Сейчас Давай посмотрим Т нулевому Присваиваем Либо проверяем As true То есть Ну получается Реально True Либо просто В остальном As Ну короче говоря Из-за того Что оно Реально Strictly Equals Строке True Ее не пропускает Просто И не Не проставляет И короче Это смешно Поэтому Да И собственно После того Как Уже это Предалось Огласке После того Как мы в подкасте Об этом сказали Один из разработчиков Apple iCloud Пообещал помочь Разобраться с проблемой Ну Видишь Видишь как быстро Работают Это как мы С тобой вчера Будем рассказывать Эту историю Санька пишет Что типа Вот блин Дедстрендинг Хочу купить И ты такой Так должны быть Скидки Вообще Ты че И показываешь Что ну Была новость В твиттере Типа Пацаны В стиме Скидки И мы заходим И нет в стиме Скидок Заходим на SteamDB А видно Что в американском Регионе Или в каком Я не знаю В каком Я не помню Короче в каком-то Дефолтном регионе Есть скидка А в русском Нет И Саня такой Блин Отстой Придется в Epic Games Store Покупать И мы такие Да не Надо им написать Мы засучили рукава И ты такой Все я сейчас напишу А Саня Он еще Причем хотел Сам написать Но он забыл Пароль от твиттера У него видимо Еще фамилия Тру И он не мог Зайти в твиттер Короче И ты такой Чуваки Накидайте мне По английски Что написать Я сразу отправлю Я тебе хоп Накидываю По бырику Ты отправляешь И что-то мы потом Сидим Там проходит Ну не знаю Минут 10 наверное Или 15 И реально хоп И скидка появляется В ру регионе Тоже в стиме И Саня такой Блин чуваки спасибо Вот это я понимаю Вот это я понимаю Скорость реагирования По умпуту На эффект радио IT Вот у нас эффект Юэп дизайна Произошел В этот момент Просто пацаны взяли И 50% на секундочку Скидка Не за что там 15 Сэкономили да Сэкономили Сэкономили Саньке деньги А в общем и в целом Вот теперь бы еще Рэйчел Деньги сэкономить И Россу Естественно Вот Ну и здесь сразу Шутка по поводу того Точнее не шутка А занятный факт Fun fact Что в 2019 году Американский ИБ Исследователь Джозеф Тартаро ИБ это История болезни Ну или Интерактив Брокерс Есть такой брокер Каждый о разном подумал Так вот Заказал себе Автомобильный номер Нал Но в итоге Ему начали приходить Горы штрафов От других нарушителей Чей номер Система не могла Распознать В итоге Аннал у него Болный номер У него полный Аннал случился Потому что реально Ну представляешь Везде где номер Не распознался Получилось что Нал И хоп И номер Нал Есть в системе И просто тупо На него все штрафы Прилетают И это вот Хотел Так сказать Это Поржать А Ну реально Ну даржался Что посеешь Что и пожнешь Вот он прям Посеял и пожнал Полную Как жнец Короче Пишите в комментариях Если у вас тоже фамилия Тру И у вас где-то Что-то как-то Ну просто Это настолько Жиза Это настолько Вот у меня буквально Там Позавчера Такие баги Много так же получилось Что А у них тоже Говнокод Надо в Apple Теперь устраиваться И говорят Чуваки Да у меня так же Как у вас Все там Тру просто Сравнивают Со строкой И все Поэтому Такие дела Ну круто Классно Переходим далее У нас Кстати Все три Первые новости Они все русские Да Следующая Новость Китайцы Воскрешают Оптический носитель Разработав Лазерный диск Емкостью 700 терабайт Новость Интересная Конечно Новость Интересная Но Немножко Пока Выглядит Это все Каким-то Прототипом Идея в том Что действительно Чуваки из Китая И Австралии Там из университетов Ученые Смогли Действительно Разработать Там химически Они не раскрывают Какой именно состав У диска То есть Представьте себе Компакт диск Самый дефолт Просто сидишка Вот сидишка Размером С сидишку Хреновина Которая Из такого материала Создана Что На нее С помощью Специального Там Лазерного Этого самого Так записываются Данные Что они Помещаются Ну в итоге В 700 терабайт Терабайт Я когда читал Я думал Гигабайт А потом Смотрю И такой Че И понимаешь Что Это 28 тысяч Блюреев 28 тысяч Тут написано Блюреев Однослойных Обычных Блин Ну хорошо Хоть написано Потому что Если ты сам Вдруг У тебя Хоп И у тебя Калькулятор Я такой 28 тысяч Блюреев Ни хрена То есть Во-первых Ты знаешь Сколько В блюреи Сколько И я знаю Но пересчитать В блюреях Я бы не догадался Вот А я догадался А потом Прочитал Так 28 тысяч Однослойных Блюреев Прикинь Ты просто Можешь себе Представить 700 териков На каком-то диске Который там Вращается И Это же просто Это даже Не SSD Обычные Это же просто Это диск На котором 700 териков И Понимаешь В чем дело Оно конечно Все замечательно И Есть там Какие-то технологии Подбирающиеся К этой технологии И Ну понимаешь Как это все Будет работать Даже если Это сейчас Ну Скажут Хорошо Давайте выпускать Это же надо будет Приводы такие Покупать Которые могут Считывать А Кто-то захочет Приводы Которые смогут Записывать Там вроде Глят Что это не очень Сложно Но вроде как И Не так-то просто То есть Если мы сейчас Все обратно Вернемся К CD-приводам Так называемым Которые будут На 700 териков Записывать Это что будет Это Какая-то Откат назад Или это все-таки Шаг вперед Что это Непонятно Непонятно Либо Это просто Останется Как обычным Прототипом Либо это только Знаешь Военные будут Использовать И будут показывать Как Джеймс Бонд Опять же С CD-ромчиком Бегает На 700 териков Вот Записанным То есть Хрен его знает Ты видишь Как будто У военных Реально огромные Массивы данных Там нет данных Никаких Там главное Маршировать Просто и дверями Снег укладывать Поэтому Подожди Ну как это Ну как это А как же Я не знаю Какая-нибудь там Придумать Какую-то Технологию Типа Дискетную Это же Киберпанк По сути Если сейчас На дискету Записать 700 териков То же Это же Это так Как показывали В фильмах В старых В 90-х И в Фоллауте Там в Братси Стали У них Все именно На магнитных Лентах Было записано Собственно Если мы Говорим Про Фоллаут То здесь Есть Пометочка Ближайшие Конкуренты И собственно Ближайший Конкурент Это IBM С их магнитными Лентами Стандартно IBM LTO Ultrium 8 Емкость Картриджей С таким Носителем Составляет От 12 терабайт Несжатых До 30 терабайт Сжатых Данных То есть В принципе Если мы Говорим О физических Так сказать Носителях То Разные Технологии До сих пор В ходу Просто Ну это Видимо Какой-то Дикий Интерпрайз Реально Потому что Представишь Магнитные Ленты Случайно На них Положил Магнитик С холодильника И все Возможно Китайские Какие-то Японские Да Ученые Нет Китайские Именно Так и сделали Они магнитную Отвертку Случайно Положили У них Все Сгорело Именно Сгорело И они Так Жить Нельзя И решили Переизобрести Оптические Диски Вообще Если мы Говорим С точки Зрения Bulletproof То Как раз Таки Оптические Диски Самые Bulletproof Потому что Их не Размагнить Если Их не Расцарапать То ничего С инфой Не произойдет Даже через Миллиард лет Ну не миллиард Но блин Очень долгое время Я согласен Потому что Если вспомнить Флешки Которые Вообще Постоянно Крашатся Скажем так Там контроллер То есть там реально Ну хоть что Это полупроводник Он Подвержен ошибкам А тут С диски Ты в школу Приходишь Она у тебя Не читается А ты там Домашку по инфе Притащил У тебя там Паскалевские Проекты Лежат Что делать Причем Возможно Такие Которые Прям много Что-то могут А на диске Это улазит Поэтому Конечно Много могут Ну то есть Я считаю Что оптические диски Это реально круто Но Реально вопрос Что у них за лазер Чтобы настолько С мелким Ну короче Здесь нужно так же Как С нанометрами При производстве Микросхем Техпроцесс Должен быть Лазер До столько Короткая волна Должна быть Чтобы Мочь На той же Самой площади Настолько До хрена Бороздок И всяких Этих Прожечь Поэтому Блин Интересно Физически Возможно Это как раз Те материалы Которые Пентагон Изъял С мест Крушения Ну ты помнишь Да В подкаст Вот видимо Из этих Материалов Вы их и начали Иначе Я не понимаю Почему именно Сейчас вдруг Начали Это переизобретать Ну что-то да Это какая-то Технология Попавшая К нам Из космоса Вот Но это Это круто То есть Это реально Не для Повседневного Использования У людей Ну просто Кому надо 700 терабайт Плюс реально Это оборудование Какие-то CD-ROM Опять покупать Вот это все Столько в общем Не очень надо Людям Сейчас Дудь И его творческая Артель Поржали Потому что У них там Миллиарды Гигабайт Уже весят Каждый выпуск Сейчас Ювоб дизайн Сейчас Ювоб дизайн Поржали Такие У нас подкасты Несколько Весят еще До продакшена Так сказать Сурсы Но Тем не менее То есть Это реально Для каталогизации Каких-то там Чего-то Что-то такое Библиотечно Энтерпрайзное Поэтому Ну фотки со свадьбы Скинуть Вот да Это У фотографов Свадебных Именно такие Дома должны быть Чтобы все Сурсы хранить Опять же Я считаю Короче Это очень круто И мне Интересно С точки зрения Физики Какую же Они длину волны Придумали И какой же Материал Чтобы Ну как бы Это все Происходило Потому что Здесь вот На картинке Написано Что 53 нанометра Одна бороздка Составляет Ну и то есть Ну можно высчитать Сколько там Ноликов Единичек На одном миллиметре Там квадратном Диска И соответственно Ну короче Да Ты конечно Пишешь Что Ты Это ты кстати Статью написал Тут конечно Статьи пишут Что Известно Что это Нано композит На основе Специальных частиц С добавлений С добавлений С добавлений С хлопьями С хлопьями Оксида Графена Но это Нисколько Не проливает Свет На то Как это все Работает Конечно У меня хлопья Может быть Тоже есть Графена Но Опять Опять Знаешь Тканевую Сумочку У меня вода Короче Скопится Размерами С Человек Вот Ну да То есть Много вопросов Но я считаю Что Смартейпом Обязательно Нужно взять Эту технологию На вооружение Конечно Кстати Смартейп Это Топ 1 Вообще Хостинг В России Который Мы вас призываем Попробовать Первый раз Бесплатно Что тут 10 дней Где-то 14 дней Пробного Периода Даже Не надо Ничего Никак Кстати Я не знаю Насчет других Хостингов Но Смартейп Очень легко Работает С юрлицами То есть Если вы Просто Не хотите Личные Свои деньги Тратить А показывать Какие-то Расходы На предприятии Вполне Можно Здесь Им счета Выставлять Точнее Они вам Будут Выставлять Счета По вашим Реквизитам И оплачивать И вообще Классно Это все Надо Большее Количество Расходов Именно В предприятии Уносить Все топливо Пусть все ваши Сотрудники Заправляются За счет Предприятия Меньше Налогов Заплатите Вы им Зарплату Таким Бензином Выдаваете Так сказать И не будете С этого 35% 40 платить Это меня на курсах По бизнесу Учили Ты что думаешь А я думаю Что-то у тебя Какой-то Проснулся Принимать Да Evobesign.ru Слэш SmartApe Заходите Пожалуйста По нашей Реферальной Ссылке Нам Даже От этого Будут Некие Отчисления Ну не От вас Конкретно Но От SmartApe И это Хорошо Мы Заработаем А вы Будете Пользоваться Отличным Продуктом Который Мы Всем Советуем И Сами Пользуемся Уже Больше 10 лет Да Как Говорит Чувак Из канала Гитарная История Он там Рекламирует Сайт Strunki.ru Чтобы с его Промокодом Заходили Он говорит Вам скидка А мне Плюхи капают Вот нам Плюхи будут Капать Если вы будете Хостинг Заказывать С нашей Реферальной Ссылки Поэтому Если вы Все равно Собирались Или Если вдруг Вы хотите Обновить Ощущение И сменить Хостинг То Милости Просим Evobdesign.ru Тут круто Дешево Да Но это сейчас Будет сложная Тема Зубодробительная Да Это будет Зубодробуха Причем Я тебе так скажу Ты может быть И не в курсе А мы уже Пару фич 2021 Рассказывали Но как известно Повторение Мать учения Поэтому Почему бы и нет Здесь Кроме Тех двух Которые мы Рассказывали Еще пять Которые мы Не рассказывали Поэтому в целом Я посчитал Что Повторимся Заодно Я сам Например Снова Закрепил Эти фичи Я уже Про них Забыл Сто раз А теперь Опять вспомнил Такое О, вау Да Короче Доступно будет Middle 2021 То есть В середине 2021 Летом Жарким Когда вы Приедете С Че там Вчера Открыли С Венесуэлы Ты имеешь ввиду Ну да Сирия И Из Узбекистана С Таджикистана Ну с Германии Ну ладно Да В Германии Нет жарких Мне кажется Ничего Там только жаркие Фесты будут Если вдруг Они будут Rock Metal Да Сука Я вспомнил Вчера Тебе кидал Про пыню Кусочек стрима Короче Первый метод String Prototype Replace All Все мы использовали String Replace Чтобы заменить Вхождение Так сказать В строку Вот Если просто Replace То это будет Первое вхождение Заменено Если Первым параметром Туда передать Или вторым Я уж не помню Так Первым параметром Передать Туда Как его Регулярку То тогда Заменит все Но для тех Кто не может В регулярке Добавит метод Replace All Который по дефолту Заменяет все Вхождения Первой строки Во второй Точнее Не первой Во второй Первый параметр Это какую строку Второй На что Заменить А вызываете Вы этот метод От той строки В которой Собственно Надо заменить Все Не путайте Меня А вы путали Меня Здесь есть Линк На гитхаб Репозиторий И на Proposals В стандарт На Предложения Можете там Обсудить Сказать Нет Я против По свадьбе Вот Но в общем В целом Планируют добавить Replace All У нас что-то Свадебный Сегодня выпуск Какой-то Слушай Да Видимо Март Настроение Как бы Это Все женятся Собственно Да Здесь Показывают Как это работает Replace All Первый параметр Cats Второй Dogs В строке Стр И соответственно Заменится И здесь Также показано Какая была Альтернатива С обычным Реплейсом Что просто Первым параметром Передаете регулярку Вторым Также Dogs И собственно Да Собственно Replace All Тоже Включает в себя Регулярки Не для того Чтобы ты Просто так же Написал Cats Slash G А для того Чтобы просто Более сложное Дерьмо Регулярки Были придуманы Не для метода Replace А для того Чтобы Сложный Предикат Написать Кусочек Отвечает Некоторым Условиям Поэтому Replace All Дальше Будет Принимать Регулярку Если вдруг Вы уже Используете Этот метод Но Вам Нужно Какое-то Сложное Условие Поэтому Да У меня Кстати На блог AlexDeVero Почему-то Есть горизонтальный Скроллинг У меня Тоже Какая-то Какая-то Хрень Следующая Фича EcmaScript 2021 Мне понравилась Теперь В любых Числах Типа Number Можно Использовать Нижние Подчеркивания Тупо Как разделители Как синтаксический Сахарок Чтобы Когда Вы писали 10 тысяч Триллиардов Вы могли Разделить Черточками 10 И все Нули Дальнейшие Чтобы У вас Мозг Лучше Воспринимал Что это Именно Триллиарды Просто Но Помогает Знаете ли Мне прям Понравилась Эта фича Вот Ну то есть Да Если тут Показывается Если за Консоль Логоть Такое Число С нижними Подчеркиваниями Будет вывод Без нижних Подчеркиваний Напишите В комментариях Для чего Вам бы Пригодилось Такое Ну наверное Это в каких-то Константах Потому что В большинстве Случаев Мы в программировании Работаем С параметрами То есть то что где-то Пришло там Или с клавиатуры Кто-то ввел Или там из базы данных Получилось Или что-то еще Так чтобы просто В коде писать Какое-то длинное число Я вот Давно не писал Только если это реально Не какая-нибудь Константа Число вагадра Какое-нибудь там Если опять же С весом Вас поймали И вы там Высчитывали По формулам Че кого То вот да Ты помнишь Кстати Число вагадра Нет не помню Я вообще С химией у меня Я сейчас География у меня плохо Вот да Что-то 1,9 1,4 А мне кажется 6 и 24 На 10 Или типа 6 и сколько-то На 10 24 степени Гуглю Регина Сколько число вагадра Так Регина Тоже не помнит 6 на 10 23 Я был Ближе Ближе Вас всех Сука Здесь фотка Авагадра У него Какая-то Гидроцефалия Немного Я думал Ты даже ближе Чем сам Авагадра 6,0 22 На 10 23 Я сказал 10 24 Но 6 Я помнил Ни хрена себе Я что-то еще могу Так ты Химик Главное Чтобы меня с весом Опять же Не поймали Теперь после этого И все Короче Новые операторы Логического присваивания Я вчера перечитал Когда готовился К подкасту Раза 4 Чтобы понять Что это за бабуйня Но потом понял Надо было просто До конца дочитать Там в конце Для дебилов Рассказали Как раз вот для меня Попробую так же Все мы знаем Такие Параметры Такие записи Как плюс равно Типа Х плюс равно 1 Это по факту Х Равно Х плюс 1 Вот Это чтобы Вместо того Чтобы писать Х плюс плюс В JavaScript Можно писать Х плюс равно 1 Ну это сделано Для того Чтобы х плюс плюс Это только на единичку А если надо Прибавить там 50 То это будет Х плюс равно 50 И соответственно Ну это просто Добавить 50 К ху Удобная штука Регулярно Использую в работе Вот А теперь Есть такая же Возможность Сокращать Логические операторы И сразу Присваивать Что-то Например Параметр 2 И Равно Блин Слушатели Прошу вас прощения Логическое И равно То есть запись Х логическое И равно Игрек Расшифровывается Оно так Если Х Трушный То тогда В Х Присвоить Игрек Понял Да Сейчас я Себя проверю Еще раз Вдруг я Переспал с этим И неправильно Запомнил То есть если В этом Да я правильно Сказал В Apple Так сделают То Черт много слов Я просто Главный минус Вот этого дерьма Это надо Собрать семинар И всю команду Проинструктировать Как это работает И при приеме В этот проект Потом на работу Новых разработчиков Им тоже Это рассказывать Потому что На самом деле Мы как бы С тобой Давно В разработке Мы знаем Что главное Это не повыпендриваться Тем как ты классно Новые методы используешь А чтобы быстро Бизнес фичи выкатывались Если каждый человек Будет открывать код Гуглить Что это Вникать Это не плохо Для компаний Плохо для проекта Плохо для бизнеса Я бы сказал Да Это плохо для бизнеса Поэтому Блин Это конечно круто Что Алекс Диверо Об этом написал А чуваки Из Экмоскрипт Ассоциаций Добавляют это В стандарт Но я бы это реально Не использовал Потому что Вот я вчера Готовился Повторял Перед подкастом И все равно Сейчас подглядел В конец Чтобы вспомнить Правильно ли я запомнил Это реально Только вызубрить Это как фразовые глаголы В английском языке Но только если Фразовые глаголы Все учат И все их используют И как бы да Типа К другое Но в целом Да То здесь Черт Икс свой сломит И Y Ну как бы Блин Но Наш долг Вам Рассказать Вдруг вы такие Ооо Нихрена Всю жизнь Именно этого Не хватало И в своем Пэт проекте Который только вы Сами под одеялом Посмотрите Будете такое использовать Почему бы и нет Но в команде Я бы настоятельно Запретил людям Такое использовать Потому что Все будут тупить Может быть Напишите в комментариях Может быть не все такие тупые Как я И вы вообще По наитию поняли Как эти операторы работают Напишите в комментариях Я не тупой как Саня Просто и все Мы будем понимать Что вы не такой тупой Как Саня Хотя бы да И лайк поставьте И колокольчик Вообще Почему Блин У нас видео выходит Раз в месяц Почему все еще Не поставили колокольчик Это самый будет Вообще Ненапряжный колокольчик Эвер Ну кстати да Так я боюсь Люди просто забыли об этом Поэтому блин Поставьте прямо сейчас Видео на паузу Из фуллскрина Выйдите Поставьте колокольчик Выберите все уведомления Все равно Вас это заденет Один раз в месяц Это даже Ну конечно Это чаще Чем у вас секс происходит Но все равно Это блин Это не сложно Короче говоря Нам приятно Нет Оно примерно В одно время происходит Вот да Как назло Поэтому потом Кто-то отключит Эти уведомления Но хотя бы Ютуб будет нас лучше ранжировать И больше будет вас Заик У нас В зрителях и слушателях Возвращаемся В логические операторы Присваивания Короче логическое Ты сейчас Так именно как старый препод Знаешь Отвлекся Рассказал историю Как у тебя там Тазики подставлял Что-нибудь А потом Такой Возвращаемся Обратно к электротехнике Если бы Как старый препод Я бы сказал Возвращаемся обратно К нашим баранам К нашим баранам Да Вот Короче говоря Есть так же Логическое И равно Это говорит Если Икс трушный Присвойте ему Игрек Такая хрень Есть логическое Или равно Которое означает Если Икс не трушный Присвоите ему Игрек Да Я все правильно сказал Гениально Я запомнил Короче Если вы такие Хотите проверить Икс И если Икс фолс Присвоить ему Игрек Тоже блин Я вот сейчас Сходу не могу Придумать Реальные кейсы Использования Этого говна Вот я смотрю Как это выглядит Типа Икс равно Икс Или Игрек Блин Ну я Редко Редко приходится Такую хрень Использовать Опять же Может я тупой Может я на самом деле Пишу много разных Ифов Которые можно было бы Свернуть Вот в такую хреновину Но Чуваки Побойтесь бога Не надо так делать Если только вы не гений У вас команда Не из гений состоит Третий оператор Это Вопросики равно Как вопросики Называются Интересно По нормальному Сейчас подумаем Сейчас Сейчас Ну типа Какое-то тоже Логическое там Логическое А Ну левое Нулевая Коалицация Блядь Короче Проверить Нал Ли Значение Или Undefined Вот это Круто Это я бы Использовал Вот То есть Если Х Нул Или Undefined Тогда ему Присвоить Игрек Это нормальная Штука Этому я могу Придумать Применение Ну типа Я в компоненте В дате В его Стори Компонента Забиндил Дефолтные Значения Наловые И потом Когда у меня С бека Пришла Инфа Я вижу Что у меня Где-то Дефолтные Значения Я их Заполняю Инфой С бека Это нормальный Реальный Кейс Но Условная Запись Конечно Тоже Так себе Но тем не менее Нулевой Коосцилляции Оператор С присваиванием Расшифровывается Так Если Х Нал Или Undefined Присвоите В него Игрек А если Нет То пусть В нем Останется То значение Которое В нем И было До этого Так что Вот такие Логические Операторы С присваиванием Напомню И Это если Х Трушный Присвоить В него Игрек Или Это если Х Фолсовый Присвоить В него Игрек И третий Это если Х Нал Или Undefined Присвоить В него Игрек Такие дела Далее Промис Эни Это Реально Круто То есть Смотри Раньше Был Промис Ол Мы Запаковывали Туда Массив Промисов Разом Их Отправляли И это Ускоряло Асинхронную Обработку То есть Если нам Просто нужно Отправить 10 промисов И неважно Дойдут Они Не дойдут Нам просто Их нужно Отправить Если Они Не дойдут У нас Какие нотисы Ошибки Здесь Просто Всплывут В перехватчике Аксиос Нам И нормально Мы Использовали Промис Ол Это Ускоряло Мы Не ждали Не Авейтали Каждый Промис Или Не Зен Этого Не Зен 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 Или Его То Да Нам Это Нужно Но Если Вдруг Нам Нужно Обработать Результат Каждого Промиса Нам Добавили Промис All Settled В том Году Промис All Settled Нам Возвращал Массив Инфы Типа Этот Промис Резолвнулся И результат Такой Этот Резолвнулся Результат Такой А этот Реджект И вот Такая Ошибка И мы Могли Перебрать Результаты Этих Промис И рассовать Куда Нужно Инфу Типа Там Где Резолвнулся Промис Мы Обновляем Где-то Значение Тут у нас В табличке Или где-то Еще Где он Реджект Мы там Выводим Ошибку Типа Братан Здесь Какая-то Хрень И вот Что нам С Бэка Пришло Так вот Теперь Есть еще Промис Any Это Нечто Среднее Между All И All Settled В All Нам Насрать Что дальше Произошло С Промисами Резолвнулись Реджект Ну если у нас Где-нибудь Там Обработчики Сработают В All Settled Нам Сильно Важно А в Any Нам Важно Но только Для тех Которые Резолвнулись Ну типа Мы отправили Пять Промисов Из них И все Пять Это там Я не знаю Пять комментов Одновременно Куда-нибудь Мы отправили И вот Если Именно Дурацкий Пример Но не важно Я уже начал С комментами Пусть будут Коменты Именно Нам прилетает На каждый Коммент Инфа Типа Там Ну типа Мы лайкнули Эти комменты Нам прилетает Обновленное Количество лайков Ду Кто-то еще Лайкнул В этот момент Мы В Промис Any Это завернули И там Где Прилетела Инфа Мы обработали Ее И подставили Новое количество Лайков Но Если мы Какой-то Коммент Полайкали И Промис Реджектнулся В Any Нам не придет Ни хрена Правильно Я сейчас Проверю Ну как бы Проверю Что-то Да Блин Тут еще Горизонтальный Скролл Именно в этом Промис Резолл Я же готовился Ну да 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 Все правильно Промис Any У нас Вернет Только Результаты Резолл Промисов А когда мы Это try Кетчем В кетче У нас уже Вернется Массив Реджектнутых Промисов Все Классно Я так и хотел Сказать Все Проверяю себя Не дай бог Я вас введу В заблуждение Напишите потом В комментариях Тупых этих Слушать А вдруг Они нам В предыдущих Темах Так же Наврали Вообще Ничему верить Тогда не буду Поэтому Вот так Короче Если Реджект У нас Вернутся В ошибки Поэтому Надо try Кетчить Но если Резолл Будет Так же Массив Резолл Промисов Как в Промис All Settled Думайте Решайте Какие вам Комбинации Так сказать Обработки Промисов Нужны В общем И в целом Можно всегда All Settled Юзать Тем более Его то уже Завезли Его уже Можно юзать Ну там С бабелем Понятное дело Вот Но если Вдруг реально Вам наплевать Что там Реджектится И у вас Какой-нибудь Обработчик Ошибок Это потом Обработает И не надо Никуда Ничего Подсовывать Ну непосредственно Здесь в компоненте То можно И промис Эй не заюзать Как бы Почему бы и нет Опять же Важно конечно Проинструктировать Людей В команде Чтобы они понимали Что происходит Потому что я Когда промис Олта вводил Еще на предыдущем Проекте У всех возникали Вопросы Это что вообще Не у всех Ладно У меня есть Компетентные коллеги С ними мы до сих пор Работаем Но были и некомпетентные С которыми мы Больше не работаем Они спрашивали Что такое промис Олта Но хотя бы Здесь легко загуглить Это стандартный стандарт Прошу за тавтологию То есть который Ну просто надо знать Работа с промисами Но вот эти логические Операторы присваивания Это как бы Это супер Это из части C В EG Поэтому Наплевать Дальше Скучные две фичи WeCraft И Finalizers И Finalization Registry Короче Если мы создаем Ссылку на Объект В JavaScript У нас Garbage Collector Этот объект Никогда не почистит Пока мы ссылку Не удалим И это ведет К тому Что у нас Происходит утечки Памяти У нас какая-нибудь Вкладка в хроме Уже 3 гига Отжирает Просто потому Что у нас было Куча ссылок Мы уже эти ссылки Не юзаем Но мы их не уничтожили По понтовому И у нас Оригинальные объекты Тоже не уничтожились Вот здесь приходит На помощь WeCraft Это новый класс Через который Мы можем Объявлять объект На который Если мы сделаем Ссылки То Все равно Они Garbage Collector Почистятся Если мы эти ссылки Удалим Вот Не представляю Вообще нахрен Это использовать В реальной жизни Это Менеджмент Это знаешь Как Вот Настолько в джаваскрипте Плохой Garbage менеджмент То есть Ну тут Это не принято Как всяк Там за собой Прибирать Все чистить Это вообще Никак не принято Поэтому Это все равно Что на входе На помойку Выдавать совочек Чтобы за собой убрать Это уже помойка Насрать Что здесь происходит Уже хуже Лучше уже Вряд ли будет Но они выдали И выдали Finalizers Это короче Можно накинуть Callback Который Вызовется Когда Почистят Garbage Collected Объект Типа Да Было Почищено Можно за такое Консоль Логнуть Ну Блин Для каких-то Видимо Разработчиков Фреймворков Для Отладки Какой-то Там Для Понятия Где Это Причем Опять же Они прям Стандарте Указывают Типа Чуваки Как бы Пусть лучше Garbage Коллектор Работает Как работает Вот эти Две фичи Используйте Просто Чтобы Вот Чего-нибудь Посмотреть И потом Их Выпилить Ну Типа Для Дебаггинга Короче Говоря Так что Чего И мы Вам Советуем Используйте Только Для Дебаггинга Дома Вообще Не Повторяйте Хотя Дома Я бы И Promise Any Не Повторял Вот такая Вот порция Штук Фич Я понял Почему У них Горизонтальный Скролл У него Здесь Related Посты Как-то Вот так Он да То есть Он значит Экмоскрипта Знает А то что У него Разъехалось Не знает Сапожник Без сапог Классическая Ситуация Конечно Как тебе Мне интересно А вообще Насколько часто Выходят Обновления По Экмоскрипту То есть Вот какие-то Такие Как минимум Раз в год Как мы видим Ну типа Е20 То есть это все Что вышло К 2021 Выйдет Еще и не вышло Наверное Не все То есть Он поэтому Вначале Приложил Линк на Гитхаб Там понимаешь Кроме новых фич Там стопудовая Доработка старых Типа там Предлагаем Вот здесь На одну миллисекундочку Быстрее метод сделать И они это просто Предлагают А браузерные вендоры Такие Эээ Не Это нам Это плохо для бизнеса Да Такое говно Реализовывать Непонятно ради чего То есть Я думаю Там много всего Ну блин Ладно Ты меня заставил Открыть Я нажму Экма TC39 Репозиторий Вот И тут Блин Реально много списков И оно в разное время Выходит Ну там Реально Там Март 2021 Январь 2021 Поэтому Примерно Типа раз в год Но В принципе По разному То есть Это зависит от того Че кому в голову пришло Тогда и выпали Знаешь как макбуки Бывает Мид 2021 А бывает там Early 2021 Или Late 2021 Ну там Поздний Ну короче Как выйдут Так выйдут Я думаю У них нету Какой-то конкретной Такой Цели Каждый год Что-то Да выпустить Но на самом деле Почти каждый год Что-то да выходит Такие дела Прикольно Хорошо Пойдем дальше К следующей теме Следующую тему Нам предложили на сайте YouBizine.ru На нашем сайте Нам иногда там Можно на самом деле Предлагать темы И иногда даже предлагают Это очень удивительно Вообще Я прям кайфанул Да Что к подкасту Еще от того года На самом деле Ну от 1.01 Как бы Ну В общем Технически Он был записан Еще в том году Предложили в феврале 5 февраля Значит Темку Почему я теряю веру В UX Максим Предложил И тема достаточно Интересная Тема с интересной Позицией Скажем так Здесь На сайте Creative Good Это видимо Какое-то Суперагентство Занимающееся UX Есть статья Кстати Агентство С 97 Работает Ну или Не агентство Я не знаю Какая-то Это может быть ИПшка ОООшка В общем Пишут что Консалтинг Всякое у них То есть Да В общем Говоря Здесь Чувак Марк Херст Описывает нам Тему По поводу Того Что вообще Вот User Experience Это что Мы знаем Что такое User Experience Это опыт Пользовательский Который он Испытывает При обращении С чем-то Я думаю User Experience Есть у всего У машин У Теслы Есть User Experience Как там Как например Водитель Будет садиться Там В нее Как будет управлять Руль держать И так далее Все это Как бы Опыт Пользовательский По сути Но вот Здесь конкретно Про сайты Конечно же И Конкретно Марк Херст Немножко Грустит А я бы сказал Сильно грустит По поводу того Что вообще На самом деле User Experience То есть Пользовательский опыт Он сейчас Изменился Абсолютно И это уже Другой термин Он здесь Разложил свой текст На три декады Скажем так Есть декада Первая С 97-го По 2007-й Как он считает Как раз С 97-го Его ИП-шка И существует И Для него Это расцвет Пользовательского Опыта вообще И работы С пользовательским Опытом Потому что Вот в эти 10 лет С 97-го По 2007-й Все Все очень Сильно Смотрели На то Как должно Располагаться Где что Любые Вообще Любые сферы Любые Что продажи Что финансы Что здоровье Что все Вообще Они все Следили за своим Скажем так UX-ом Мы речь Именно про онлайн UX Не то что он Про физические Какие-то там Конечно Да Про онлайн Да то есть на их сайтах С 97-го По 2007-й Возможно В России Это наоборот Эта декада Только началась В 2007-м Вот А у них уже С 97-го По 2007-м Это палеолит Еще UX В России Конечно Конечно Да Вот Но С 2008-го С 2008-го По 2018-й Как бы вторая декада Которую он выделяет На самом деле Про UX Во-первых Забыли А во-вторых Ну вообще Все перешло Немножко на другое Все начали Гнаться за алгоритмами И все стало Вот В программировании В том числе В веб-дизайне Все стало полагаться На какие-то технологии Именно конкретно На бэк Можем так сказать То есть На какой-то Знаешь На что-то внутреннее Алгоритмы И вообще В принципе Вот эта вот Вся тема С силиконовой долиной И со всем вот этим Это все было к тому Что Вот С 2008-го По 2018-й Мода была Уже не на UX Не на какой-то Опыт Который получит Пользователь От пользования С сервисом А на то Какую фичу Вот эту вот Огромную он получит Может быть Какой-то там Искусственный интеллект Или еще что-то А UX Он стал На фоне этого всего Только Хуже А конкретно Конкретно Автор этой статьи Говорит, что Вообще-то Во вторую декаду Да и в третью Тем более Узер 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 Экспириенс Стал Не Узер Экспириенс Не пользовательским Опытом А эксплуатацией Пользователя Он говорит о том Что Вы сейчас можете Заметить На некоторых Сервисах И это началось Еще По его мнению С 2008 года Сервисы Используют В себе Во благо То есть Скажем так Для бизнеса Для денежки Используют Вообще Построение Пользовательского Интерфейса И Пользовательский Опыт Превращается В эксплуатацию Пользователя Как пример Есть такая Компания Amazon И в Амазоне Достаточно Много у них Денежек И у них есть Такой Сервис Amazon Prime Если кто-то Слышал Там Чтобы Отменить Подписку От Amazon Prime Ты возможно Мне сейчас И другие Примеры Приведешь Но вот Amazon Prime Чтобы отписаться Там Так Замудрено И так Сделано В течение Каких-то Шести страниц Которые тебе Нужно пройти На которых Есть отвлекающие Баннеры И это так Это видно Что прям Так не хотели Чтобы отписался Ты От Amazon Prime Что короче Там все так Сделано Чтобы ты Хрен Отписался Ты отвалишься За это время Да похрен Уже Там Пофигу Пусть снимают Бабки Но И это так Сделано Специально То есть На самом деле Он говорит Что Amazon Всегда раньше Хвалился Своим UX То есть В первой Декаде И Их Сайт Вот этот Который Ну Выглядит Как Олдскульное Что-то Он как бы Очень UX Хотя я Сейчас Начинаю Подозревать Что это все Специально Сделано И что Сайт Такой Старинный Тоже Потому что Они Сделали Специально Сначала 2007 Он был Не специально А потом Уже Специально Уже Эксплуатировать Немного Конечно То есть Похоже Что эксплуатация Пользователя Теперь Это А не Помощь Пользователю И сейчас Тренд Это эксплуатация Пользователя Конкретно Вот Недавний Пример Была попытка Короче Опять же У Регины Отписаться От Спотифая То есть Я-то Не был Подписан За бабки Вот Ты говорил Практически Что ты Чуть Не сломался Я Ну я Да Но чуть Но чуть Я Чуть Не сломался И знаешь Оказывается Чтобы отписаться Отказывается Чтобы отписаться От Спотифая Там надо Быть Ну Как бы Там Такой Разработчиком Спотифая Как минимум Но Допустим Я могу Скать Точно Но Продолжаем Конечно Да Ну то есть Конечно же Например На Твиче Вот я могу Пример Представить На Твиче Нельзя отменить Подписку От стримера С приложения Это как То есть Я Приложение Отвечает Достаточно Ну Крутая Штука На ней Можно вообще Все делать Но Отписаться Нельзя И Если ты хочешь Отписаться Там прямо Написано Идите на Веб-сайт Кто сейчас Пользуется Веб-сайтами Если ты Используешь Приложение Отвеча Ну вот На Дарк Паттерн Да Дарк Паттерн Абсолютный То есть Мы замечаем Что все А это же С деньгами Связано То есть Это же Не просто Это не Не то что Подписаться На кого-то Типа Подписаться Почему-то Можно С приложениями Или подожди Я сейчас Кстати Сейчас так Сказал И стал Неуверен Но если так Давай возьмем Заикс Что можно Не будем проверять Если можно Конечно Желтый Журналист Желтый Журналист Можно подписаться А отписаться Нельзя Это как Вообще То есть Все это Выглядит так Что Пользовательский опыт Переводился Действительно В эксплуатацию Как здесь Чувак пишет И говорит Чем больше Тем лучше То есть Дальше Все еще Хуже И он Обвиняет Ладно Хрен с этими Пятидолларами Которые Ты забыл Отписаться Не успел Не смог Из-за плохого UX Речь идет Например О сайтах С вакциной Например То есть Конкретно Сайты про здоровье Американские сайты Где ты записываешься На прививку Люди Заходят туда Ну не только Двадцатилетние Но и Семидесятилетние И Им очень сложно Там UX Не пахнет Там все Очень плохо Там Так не найдешь Вообще Где записаться А если найдешь То чтобы записаться Надо будет заполнить Двести тысяч полей И Это же как бы По сути здоровье Люди Как он говорит Здесь люди умирают Из-за того Что плохой UX Это как бы Ну серьезные Уже вещи Вот именно Поэтому Надо подумать О UX Возможно Все еще Все еще Это острая проблема Что сейчас Конкретно не хватает Нормального User Experience На сайтах Особенно На таких сайтах Которые связаны Со здоровьем Человек Вот такая тема У нас Как тебе Вообще Идея А вот ты Про две декады Сказал А третья Это какая Что тебе Будет классно Или еще хуже Нет Он говорит О том Что хуже Третья декада Конкретно связана Про здоровье То что я сказал Оно Но еще хуже Как мы видим Последствия Второй декады Где люди Забили на UX А кто-то его использует В своих целях Чтобы заработать денег Как мы видим Последствия этого Это вот третья декада Где вообще все плохо Блин Дерьмо А картинка вот эта Здесь даже есть картинка Да Здесь даже есть картинка Что вот Этот вот рыба Которая Освещает Как-то она еще называется Блин я забыл Как она называется Эта рыба Какой-то там Рыцарь Я даже и не знал Как она называется Но допустим так Да Какой-то там этот Блин Странник Или путешественник Как-то эта рыба Кто знает Тот поймет Короче Она сама Это бизнес модель А UX Это только вот штука Которая освещает Вот эта штука Она у нее светится Чтобы вы знали И она светится Не просто Чтобы освещать Путь этой рыбы Потому что рыба Скорее всего Даже и не видит Да ни хрена А скорее всего Чтобы притягивать Всяких Других мальков Которых она схавает Да Чтобы их скуфать Конечно И вот она куфает А ну тогда А то внутри Со смыслом Да Я понял Вот Поэтому бизнес модель Куфает тех Кто покупается на UX Блин Отстой Что могу сказать Это как с Как это Технической революции Когда раньше был Полный хендмейд Мануфактуры Цеха А потом начали Промышленная революция Замену ручного труда Машинным Индустриализация Да И вот ровно Это и произошло На стыке первой и второй декад Заменили алгоритмами Это все А уже их там Используют В корыстных целях Людей сложно заставить Хендмейдить Ну прям сильно В плохом умысле Можно как бы В долю их взять Но тем не менее В основном люди работают Потому что хотят Сделать классный продукт Там и так далее А когда это все Машинам бездушным Отдали Уже все Уже это Работает на руку Только пиджакам Конечно Конечно Пиджаки Поэтому Ответ на твой вопрос Как мне Грустно Грустно Я-то думал Третья декада Он скажет Что это ренессанс Возрождение Все классно Это уже как раз Наоборот Анти-санс Блин Отстой Главное хотя бы Чтобы комик санс был Поэтому Ну блин Марк Херст Я считаю Что надо нам Всем быть Представителями Четвертой декады Того Когда ты Именно ты Когда мы Все-таки Возвращаемся К тому Чтобы делать UX Самоцелью А деньги Они приложатся Если хороший UX Все равно будут Пользовать Или пользоваться Простите За тавтологию Конечно Конечно Ну блин Аминь Чего и желаем Так сказать Всем зрителям И слушателям Которые завязаны На UX Которые могут Дать ответ Пиджакам Без страха Увольнения Следующая темка У нас CSS Tricks И я не буду Ее глубоко Рассматривать И это не потому Что-то там Произошло Во время подкаста Что я такой Нет Что у тебя тазик Переполнился Да Я сразу так и задумывал Просто потому Что это жутко скучно Я просто хочу Чтобы зрители И слушатели Знали Опять же О новинках Новая Короче Есть Хреновина CSS Фича Это не Свойство Это не Там Правило Какое-то Это именно Фича В том смысле Что Директива Add property Add в смысле Собака Собака Property Так же Как собака Supports Или собака Media Вот есть Собака Property Что мы Делаем С ее помощью Мы с ее помощью Можем Блин Забегая вперед Только в хроме Поддерживается На данный момент Ну и Как понятно В edge Там В опере В любых Короче Хроме Подобных Браузерах Поддерживается Я проверял Вчера в edge У меня дома Нету Вечером Был я дома Хрома У меня там нет Только на работе Есть Чтобы так проверить Че как Вот Я проверял в edge Действительно В edge Уже Работает Даже не в edge Бете А в обычном Так вот Add property Это короче говоря Практически Как CSS properties Которые мы Просто в руте Там Обозначаем Через две черточки Что там Такое-то Ну короче CSS переменные Грубо говоря Здесь нет Здесь полноценные Property В том смысле Что мы можем Во-первых Initial value У них указать То есть Когда мы Обозначаем Условное Вот Property Spin angle Угол Кручения Мы Назначаем Initial value Допустим 0 degrees Типа Ну 0 градусов И соответственно У всех Абсолютно Селекторов На странице Становится Дефолтное Значение 0 градусов Если мы Просто Определяем CSS property То все Контейнеры Все селекторы У которых Мы хотим Чтобы оно Задействовалось Нам его Надо явно Объявить Здесь Когда мы Его задаем Через Add property Оно По умолчанию У всех Сразу есть Это Меняет Дело На самом-то деле Если мы Вдруг хотим Не у Каких-то Только там Селекторов Менять Поведение А хотим У всех Задать Какое-то И у Некоторых Поменять Ну То есть Это Другой Подход Кардинально Обратите На это Внимание Даже Если Вы Слушаете На слух Просто Что То То Что Вы Это Как Дефолтная Property У всех Объявляете Это Прям Это Классно Так Вот Первое Это Initial Value Можете У него Задать Второе Вы Можете Задать Наследуется Ли он От Родителя Тоже Достаточно Важно Если Вы Знаете Что Такое СС Специфичность Как Ей Управлять И Как Так Скажем С Ее Помощью Добиваться Каких-то Поставленных Задач Или Ну Там Выдуманных Самому себе Задач То Это Да То есть Вы Можете Либо Наследуя Либо Наоборот Не Наследуя Ограничивать Вот эти Множества И Где Применять Где Не Применять Типа Того И Третье Самое Важное Это Свойство Синтекс По факту Оно Говорит О том Какой Тип Данных У этого Есть И Да Внимание Вы думали Что TypeScript Это круто А здесь Еще Круче CSS Типы И Кстати У них Есть Целый Список Длина Количество Там Проценты Причем Одно Дело Длина Другое Дело Number В смысле Цифра Число Длина Это То Что Принимает Как значение Там Пиксели Ремы Емы Вх Там И Прочие Всякие Штуки А Number Это Просто Число И Также Percentage И По-разному CSS Интерпретатор В браузере Будет Интерпретировать Эти значения И Это Очень Круто Потому Что Задавая Ну Реально Какие-то Из них Вы Можете Использовать Потом Эти Проперти Уже Ну В данном Случше Статья О том Как Можно Проперти Использовать В анимациях Грубо Говоря Мы Можем Анимировать Не Только Там Какой-нибудь Color Или Там Бэкграунд Или Еще Какой-нибудь Трансформ Мы Можем Анимировать Наше Собственное Созданное Вот Это Проперти И В зависимости От того Какие У него Разные Типы Мы Можем Добаваться Разных Эффектов Классных Всяких Штук На Анимациях Ну В данном Случше Они Нам Показывают О том Что Можно Взять И Задать Например Свойство Хью Оттенок Анимировать Свойство Хью То есть Чтобы Оно Постепенно Менялось И Это Свойство Хью Уже Использовать Например В Бордере Бордер Color И HSL От Хью И Мы Крутим Колесо Оттенков И У нас Анимировано Радужно Меняется Так Сказать Цвет У Сегментов Этой Радуги По Факту Если Упороться Очень Сильно Можно Напридумывать Что Только Короче Не Напридумывать С Просто хочу Чтобы Вы Услышали Принципиальная Разница От Просто CSS Переменных Это В том Что Вы Можете Назначить Чтобы Они Сразу Были У Всех Назначить Дефолтное Значение Назначить Наследуемость И Назначить Тип Для Того Чтобы Вы Могли Предсказуемо С этим Типом Работать Понятно Что Когда Вы Точно Знаете Что Это Градус Вы Можете Зашить В Правильные Так Сказать Другие CSS Свойства Это Проперти И Уже С ним Работать Это Очень Круто И Если Еще Комбинировать Здесь Много Коудпэнов Которые Показывают Как С Этим Можно Работать Если Еще Дополнять Это Джаваскриптом И На Ходу Добавлять Это Кастомное Свойство Кому После Скроллинга Или Чего То Можно Вообще Просто Майндбловинг Вещи Делать Всего С помощью Того Что У вас Есть Кастомные Переменные Только Еще И Такие Которые Распространяются Сразу На Все Кастомные Проперти Полноценные Если Вы Всегда Хотели Какой Нибудь Не Color А Муравей Сделать И Это Тоже Цвет Но По Другому Работающий То Вперед Вы Вполне Можете Это Сделать И Это Очень Круто Почему Можно Такой Color Использовать Просто От Color Зависит Еще Цвет Текста От Вашего Свойства Муравей Будет Зависеть Только То Куда Вы Это Свойство Муравей Пристроите В Дефолтных Всяких Правилах Типа Блин Возможности Безграничные Это Очень Круто Мне Прям Понравилось Зайдите В эту Статью Именно С Хрома Посмотрите CodePen Я Просто Сейчас Показываю На Firefox Да Но Я И не буду Я не собьюсь Не буду Показывать Это В Хроме Пусть Для вас Это Будет Интригой Надо Жи Какой-то Хотя Это Плохая Интрига Это Не Очень Работает На Удержание Аудитории Если Я Скажу Что В конце Подкаста Я Все-таки Зайду С Хрома И Покажу Это Было бы Нормальное Удержание Но Нет Короче Почитайте Хотим Держать Вас Поддерживается И Да Ну Здесь Можем Зайти На Can I Use А вот И В данный Момент Ну Даже В Safari Technology Preview Не Поддерживается И Нигде Даже Не Указано Когда Будет Готово И так Далее Полностью Экспериментальная Фича Сильно На нее Не Надейтесь Но Если Вдруг Что То Как Бы Уже Можете Осваивать Для Того Чтобы На Следующем Собеседовании Кого-то Порадовать Что Вы Прям Вгрызаетесь Так Сказать В Веб Стандарты С вами Можно Веб Гранит Веб Гранит Да Такие Дела Отлично Отлично Мне понравилось Достаточно Емко И так Скажем Ну Новинка Да Вот Это Вот Так Монотонно Перечислять Каждый Этот CodePen Мне Реально Не Хотелось Если Вас Заинтересовало Что С этим Можно Сделать Вы Перейдете И посмотрите Надо Бодро Как-то Этот Подкаст Чтобы Шел Бодро Идет Бодро А еще Знаешь Где Бодро На Patreon Patreon.com Слышь Веб Дизайн Там Бодрее Потому что Знаешь Почему Там Бодрее Там Во-первых Есть Прейшоу Там Вот Это Бодро То есть Там Мы Не Замызганные Сидим А Там Мы Еще Свеженькие Поэтому Заходите Подписывайтесь Даже За Один Доллар И Вам Будет Доступно Прейшоу И многое Другое Доступ В Чатик Для Патронов Доступ В Чатик Нам Что У нас Такое Есть Я С тобой Абсолютно Согласен Переходить И вообще Вы будете Друзьями Канала Автоматически Заходите На Patreon.com Поддерживайте Нас Именно Благодаря Вам Это Все Будет Выходить И Дальше Конечно Двигаемся Двигаемся Эволюция Игоревых Устройств Нинтендо Вот Такая Новость Вау 5027 просмотров На ДТФ Интересно Это сравнительно Много или Мало С другими Статьями Мне кажется Это мало Но Просто Статья Достаточно Я тоже Не буду Ее Как Собака Проперти Каждое Устройство Рассматривать Потому что На самом деле Оказывается Я тоже Охренел Тут Так Много Устройств Что Можно Просто Умереть Вообще Я такое Чувствую Что Сейчас Выходят Как раз Книги По Нинтендо Истории Нинтендо Мне кажется Это одна книга Целая Записана Здесь В этой статье Да Она Достаточно Объемная Короче Я просто Я начало Вам дам Ну и конец Дам А серединка Там Такие девайсы Которые мы И так Никогда Не видели Потому что Они только На японском рынке С Америкой Выходили И нам Вообще Это сейчас Не нужно И это Не так Прикольно Прикольно Узнать Что во-первых Нинтендо Появилась Еще в 23 Сентября В 1889 Году И Там Там Фусахиро Ямаути Который Прадедушка Президента Компании Текущего Прадедушка Чувствуете Да Якудза Какая-то Подъехала Там Все Что-то Как-то Это Не то чтобы Как кто-то А где Переизбирание А где Выборы Из двух И более Кандидатов На посты Президента Ты че Вот они Еще тогда В 1889 Начали выпускать Игральные карты Вот как-то Вот Что-то Вот Хрен знает Может Чувак игрок был Может быть Почему бы и нет Конечно И они В какой-то момент После игральных карт Во-первых Популярные были карты А во-вторых Они начали потом Игрушечки Выпускать Обычные Игрушки Физические И первыми Придумали Что нужно К физическим Игрушкам Добавлять Немножко электроники Чуть-чуть Совсем И да То есть Соответственно У них поперло У них чуть-чуть поперло Потому что Стало интересно Они стали открывать Заводы И более того У них были Такие популярные Игрушки Которые По популярности Сравнивались С боулингом В Японии То есть Вот например Beam Gun Там где нужно Попадать Вот этим вот Каким-то Инфракрасным Пистолетом Даже Световым Просто световым Световым Да Это было целое Огромное развлечение Крутое В Японии Дальше все Пошло еще круче Дальше все Пошло и круче Мельком Тоже Сейчас Проглядываю И Они же Мало того Что Они же Это еще и Изобретали Конечно Ключевое Это то Что у них Серьезные инженеры Работали И это все Новации Достаточно Так Не то что Они по Эдисону Просто Там Делали Коммерческий Успех Каких-то Вещей Ну Каких-то Делали Но Неважно Это Очень Серьезная Инженерная Работа Была Проделана Это Круто Конечно И Я тебе Больше Скажу Они же Дальше Пошли Дальше И начали Уже Микросхемы Делать Естественно И С микросхемами У них Вообще Все Лучше Поехало Пошло Они По сути Nintendo Game & Watch Это Реально Реально Портативная Консоль Полноценная С экранчиком С микропроцессориком Которая Выглядит Как Игра Волк и яйца Как вы понимаете Вот дерьмо Так это Слизано Я нисколько Не сомневался Но блин Ну сори Слизано Но все равно С нашим Темпераментом Почему нет Ну то есть Волк и яйца Это Классика И Оказывается Я не знал Я не знал Но Короче Марио Марио Игра Марио Все знают Да Она Она Выросла Из игры Donkey Kong Donkey Kong Это тоже классика Нинтендовская Я знал Что из них выросла Да И это был автомат Игровой В котором Был вот этот Вот плотник Некий Jumpman Который Короче Вызволял Опять же Там Принцессу От Вот этого Обезьяны Огромной От Donkey Kong Собственно Непосредственно И потом Только этот Jumpman Стал Марио И потом Только начались Игры Полноценно Про Марио Брос Брос И так далее Это вообще Это шок Сенсация Я честно Не вникал Раньше Вот в том Фильме Который Я всем советовал Посмотреть Консоль Ворс Об этом Рассказывалась Вот Вот То есть Это Это круто Далее Далее Началась Очень популярная Среди Коллекционеров Ретро Консолей Консоль Собственно Famicom Family Computer Она же Она же Она вот так выглядит Можете часто Видеть на картиночках С ретро-консолями Она же Превратилась Потом В Консоль Которая Я так понимаю А нет Нет Я Я вру Я вру Она ничего не превратилась Но На ней можно было сразу Она была Дружественна С разработчиками Потому что К ней была еще и Клавиатурка Можно было взять И клавиатурку И специальный Картридж Для записывания Программы По сути Там был Famicom Basic Язык программирования На котором Можно было Игру сделать Почему Стало популярным Собственно Это кайф Они повторили Формулу Стива Джобса Точнее он Их формул Надо дать Разработчикам Хороший SDK Чтобы твое говно Пользовалось популярностью Потому что Именно сторонние Программы Естественно Будут его Развивать И не давать Естественно Это да Все правильно Я больше был поражен Что у них тоже Одним из первых Вот эти были Сдвоенные автоматы Вот здесь вот Которые реально Два сдвоенных Игровых автомата Которые по сути Тебе некий Кооп Делают Это и 84-й год Кооп Так модем Тут написано Модем Хомиком Который подсоединяется К серверу Nintendo Представляющий Такие материалы Как анекдоты Новости В основном Нинтендо Советы по играм Сводки Погоды В Японии А также Позволял Скачивать Небольшое количество Программ Майндбловинг Вообще Я не знал Вообще капец Ну Дальше 85-86 год Это Nintendo Entertainment System А конкретно NES Вот такая Маленькая консолька Которая сейчас Перевыпускается Соответственно Об этом Кстати в этой статье Тоже было Там именно Классик NES тоже был Ну а здесь Классические игры Первая Зельда Тетрис И Super Mario Bros. 3 2 1 Короче В общем Капец Что там Это возможно Вы видели Тоже Так как она Сейчас перевыпускается Популярная консоль С квадратным Таким Не с квадратным С прямоугольным Геймпадиком Классным Тоже очень стильным К ней же Потом был Пистолет Тот самый И Он же В нем же Можно было И в Дагхант Играть Вот этот Который Стрелять по уткам Через телек Магический Так называемый И так далее Дальше были еще Всякие девайсы Нинтендо Пробовали себя В чуть ли не В контроллерах С перчаткой Короче И во всяком таком Я замечаю Что они вообще Не стесняются Пробовать разные Технологии И вообще У них тут Чего только не бывает Вот Абсолютно Рисковали Рисковали Делали все подряд Всякие Какие-то Зарядки Для четырех Этих Не зарядки А Можно четыре контроллера Подключать в одно Какие-то штуки Непонятные Я видел Тоже какие-то Разветвители Какие-то Вообще Капец И это Прям Конечно Круто Удивительно Да Потом Началась эра Геймбоя По сути Это тоже Портативная Консоль Вот В 89-й год В Японии В США В Европе 90-е 90-е начались И геймбой Но геймбой Тоже все видели Может быть Кто-то Кто Такие же Как мы Старики Может быть Даже и хотели Себе Чуть-чуть Иногда Потому что Геймбой Это была Ну Какая-то Веха К ней было 100 тысяч Девайсов Как вы здесь Видите Тоже Можно было В рыбалку На геймбой Играть Непосредственно С помощью Дополнительного Девайса Можно Даже Было Принтер Для печати Скриншотов Геймбой Принтер Был Камера Для черно-белых Снимков Была К нему Чего только Не было И вообще Геймбой Это тоже Веха Конечно Веха Можно было Подключать Два геймбоя Вместе Чтобы играть Опять же В коопе И к нему Выходило Вообще Множество Всего И хочется Прямо Именно по Американцам Дюд Чувак Ни хрена Был Короче Картридж Супер Геймбой Который Вставляешь В SNES А в него Вставляешь Картридж От геймбой И на телеке В них играешь Ну Это капец То есть Ты понимаешь Это я понял Сам факт Того Что одни игры На другой идут Блять Я тупой Я забыл слово Кросс-платформенность Кросс-платформенность Вот Да То есть Блин Это же вообще Это как Apple Arcade Где игры идут На Apple TV тоже Да Только Блин Я не знал Это прям Откровение Я сейчас искренние эмоции Испытываю Несмотря на то Что они может быть Скупые Вот Но Это потому что Я сегодня еще не жрал Нормальное время Уже пол третьего Я кстати тоже Поэтому мы скупые Дальше После этого Super Family Computer SNES Так называемая Это улучшенная Улучшенная По сути новая Консоль 16-разрядная В 90-х Вышла в 90-х Ну ее Наверное еще больше Знают людей Потому что это очень Популярная такая Консоль Может быть даже У кого-то она была Из наших старичков Слушателей У Бараныча может быть А у Бараныча все было Я думаю У него сейчас есть Я думаю С Донки Конгом Пользуется так же Как прототипом Телефона С отпечатком Пальц У него может быть И есть же тоже Переиздание SNES Classic У него и оно есть Возможно Естественно Кстати Обратите внимание Они здесь видимо Почти одновременно И одновременно Выпустились В Японии и США Поэтому в принципе Они почти не отличаются Только надписи Super Nintendo Или Nintendo Super Famicom А так в общем И геймпады одинаковые И сама консоль Плюс-минус одинаковая Ну да Там дальше опять же Эксперименты Из-за того что У них консоль Видимо взлетала И та и другая Они экспериментируют Дополнительными девайсами То есть что с геймбоем Что с SNES Что со SNES Они выпускали Всякие мышки К SNES Они выпускали Какие-то дополнительные Геймпады Хринпады Что только не было Какие-то джусти Там именно спецконтроллеры Видимо которые В некоторых играх Прям сильно удобнее Они были И как бы И на этом тоже бабки Делались скорее всего А учитывая Что там же все игры В те года Проходили сквозь них Ну то есть Они издателями были По факту всех игр Поэтому они это Очень легко контролировали Видимо сразу Выходил там Дагхант И сразу партию Заперов подносили Потому что Ну а какой смысл В Дагхант играть Без этого пистолета И то есть Это все как-то Они контролировали И тут да Да У них дальше была Действительно Трехмерная Трехмерная Первая домашняя консоль Виртуал бой У них Реально То есть Вот эти разработки Не прекращались Абсолютно Они короче Продолжали Всяким экспериментировать Нинтендо 64 Тоже Может быть Вы видели Очень популярный У нее геймпад Вот этот Трехписьковый Тоже Видал Да Популярная Хреновина Что еще Что еще у них было Из такого Я не буду останавливаться На всяких Других мелочах Потом Геймбои Естественно Продолжали существовать И они усовершенствовались Потому что Возможно Кто-то знает Геймбои Не просто по Геймбои 1 По вот этому А допустим По геймбой Калор То есть Вышел цветной Геймбой Это тоже Перед ним конечно Были еще всякие Геймбой Лайт Геймбой Покет Но геймбой Калор Это по сути Цветной геймбой Портативная Консоль Это вообще Это очень круто Когда цветные Уже Появились игры На самом деле Переносные Это вообще Шок был Сенсация Вот Потом была Эра покемонов Вообще везде Во всем мире И соответственно Нинтендо Одна из Центровых фигур Которые выпускали Все по покемонам Игры Консоли Короче Вообще все Это их бренд То есть Я думаю Даже любые Футболки И плюшевые игрушки В роялти В нинтендо Уходило Если даже Они не сами Это все контролировали Но сейчас Вряд ли сами Сейчас точно Им просто платят Ну кто сертифицирует Это дерьмо А так В общем Я кстати не знал Я не думал Что это их Потому что Раз типа Аниме То я думал Что это они Просто купили Очень много Прав на Покемонов Но хрен его знает Не 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 Аниме после игр Появилось А аниме по играм Ну соответственно Тогда да Тогда да Дальше Нинтендо Геймкьюб Классический Классический Тоже видели Может быть Это уже такая Квадратная консоль Похожая чем-то На иксбоксы Причем Я насколько слышал Он довольно таки Уже провальный Был с точки зрения Конкуренции С плейстейшенами И иксбоксами Ну да Он немножко Уже такой был Конечно Не такой мощный Не такой крутой Когда-то Они прям держали 90% рынка До сеги Потом сдавали 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 И постепенно Сейчас это Нинтендо Это достаточно Нишевая у нас Ну понятно Что свитч Много кто уже юзает И наверное свитч Их приподняло Над повседневностью Немного Может правда И 3ds изначально Приподняло Но тут конечно Непонятно Вот Но да Они все равно Нишевые Все равно Хотя на самом деле Конечно свитч Самая продаваемая Консоль Как мы знаем И это странно А может быть И не странно Хрен его знает Ну в общем Почему-то Продативные консоли Все-таки пользуются Спросом Но они такие Как какой-нибудь там Что там Какая-то У плейстейшена Это была Непродающаяся Вита Да Вита Ну Надо хорошо сделать Я думаю Это все всегда Граничит с играми Играми которые вышли На старте Играми потом Которые портировали Туда То есть это всегда Если на ней Нехрен делать То ее А Нинтендо На свитче Сразу есть Вся линейка Марио Донки Конга Взельт И всего вот этого Их И плюс До сих пор На нее выходят Мультиплатформенные Всякое дерьмо Они реально Не устают Башлять За порты И видимо Даже порты Неплохие И то есть Блин Видимо Они как-то Поняли Маркетинговую Какую-то Маркетинговую форму То есть ты играешь И ты больше Отдыхаешь Скажем так Чем Потому что На Плейстейн Надо напрягаться Смотреть в телек Что-то там А тут Ты можешь на боку Лежать Или просто Именно на диване Головой в потолок Грубо говоря И перед собой Делать Тебе не надо Фокусироваться на телек Это конечно Я больше Скажу Почему-то Именно Сворачивание Игры На Свитче Оно Как бы Лайтовее Чуть-чуть Чем Сворачивание Игры На Плейстейшн То есть Если ты свернул Игру на Плейстейшн Ты как бы Все Выключил Ушел Там И так далее На Свитче Знаешь Ты хоп Такой Вроде Выключил А может Через 15 минут И снова Начнешь играть То есть Это Как-то Тебе Не обязывает Как будто А с другой стороны Ты отдыхаешь И играешь Ну короче Этим Этим Все-таки Портативные Консоли Берут Можно сказать Дальше После Нинтендо Геймкьюба Были Всякие Другие У них Исследования И другие Изобретения Очень много Всякого Всякого И они Популярная Раскладушка Вот это Тоже Наверняка Видели Потому что Из нее 2004 год Из нее Потом Выйдут Нинтендо 3DS Вот Тоже Достаточно Популярная Портативная Консоль Нинтендо DS Lite Даже была Вон Какая-то Там DS'ов Миллиард Я Пролистывал Там Какие-то DS XL 2DS XL Ну Какие-то Просто Это Знаешь Я когда-то Пытался Ну и когда-то На той Неделе Пытался Разобраться Просто Хотел Посмотреть Всю Линейку Усилителей Marshall Которые Выходили Нигде Нет Сводной Таблицы И у них Черт Ногу Сломит Вообще С моделями Там Знаешь Типа Какая-нибудь Одна Буква Добавлена Это Вообще Другой Усилитель Хотя Ну там Типа У них Общее Родительское Название GCM800 Например Но там Добавляют Букву Т И это Вообще Просто Другая Хрень Сразу И нигде Нет Сводной Таблицы И вообще Я прям Ну Мне взгрустнулось Я хотелось У них Ни на официальном Сайте Нет Никакой Вики Ну я По крайней мере Не нашел Я может быть Еще Потом Когда-то Окунусь На каких-то Форумах Может где-то Это все Есть Вот Но Вот тут Тоже Какую-то Сводную Таблицу Это все Причем Сравнительную Потому что Иначе Это прям По крохам Инфу Собирать И я не завидую Нинтендо Коллекционерам Потому что Мне кажется Они там Это У них у каждого Свой конспект В тетрадочке Они собирали Инфу По всем Уголкам Инета Чтобы это Ну как-то Классифицировать Да Потом В 2006 году Началась Эра Нинтендо Ви Вот Нинтендо Ви Она Была Я так понимаю Все равно Достаточно Популярна Потому что К ней Очень много Девайсов Тоже вышло И Они на нее Большую ставку Ставили И Нинтендо Ви Все-таки Тоже Все знают Она нам Более известна Потому что Она официально Уже в России Выходила Прямо Официально Официально И это все Во всех Нвидео Ильдорадах Можно было Щупать И видеть Все эти Тоже Обилие Контроллеров Поэтому Наверное Больше Люди Знают Да Но про Нинтендо 3DS Я сказал Нинтендо Ви Я знаю Что Была Не очень Удачно Это была Портативная Консоль От Ви Они Все Пытаются В портативное И вот В какой-то Момент У них Все-таки Получилось Я считаю Со свечом Но Нинтендо Ви Все-таки По-моему Провальная Какая-то Хреновина Хотя Вот Тоже Была Была Нинтендо 2DS Выходила Вот Перевыпуск Нинтендо Классик Мини Про Которую Мы говорили Дальше Ну и Нинтендо Свич Свич вышел В семнадцатом Получается Во всем мире Уже получается Четыре года Практически Свичу Я его все еще Беру и он все еще Выглядит как Что-то хай-течное Что-то такое Знаешь Такая технология И Они не спешат Его перевыпускать Хотя они скоро Вроде должны Но Перевыпуск Пока Как бы То есть Еще все еще Мой условно Первой ревизии Свич Который Он все еще Так же хорошо Работает Ну или Так же плохо Работает Хрен его знает Со всеми играми У него Да Вот есть Вот этот Гриб Чтобы Ставить туда Джойкончики Джойконы Отсоединяются То есть Тут еще Много Всяких Фич На самом деле Тоже Опять же Экспериментируют Совсем Не парятся Что еще Было Есть еще Нинтендо Свич Лайт Это там Где Джойконы Не отсоединяются Тоже Достаточно Нормальная Тема Если бы мне Сейчас Нужно было Купить Свич Я бы взял Нинтендо Свич Лайт Вообще Не постеснялся Абсолютно Потому что Я Джойконы Не достаю И вообще Вся прелесть Конечно же Свича В том Что он Прототивный Ставить его И играть В какие-то Донки Конги Определенные На телеке Ну это Спасибо Это Это мне не надо Вот Поэтому Нинтендо Свич Лайт Я считаю Это хорошая тема То есть Может кто-то скажет Слабее Или наоборот Мощнее У Лайта По-моему Может быть Такой же А может быть Мощнее То есть Не хуже По-моему Чем у первой ревизии По крайней мере Свича Поэтому Можно было бы Ее взять Но она вышла В 2019 Через два года После того Поэтому Как бы Вот такая история Про Нинтендо Тебе как И на что Тебе глаз падает Что бы Ты хотел Чтобы у тебя Точно было Попробовать Посмотреть Поиграть Может быть С NES Хочется Там просто Тоже Такие Обширные Линейки Это первая 16-битная Консоль Поэтому Да Вот Ну GameCube Я бы посмотрел Просто понять Вообще Что там были Тоже за игры И так далее А вот Wii Уже не очень А я бы Wii Наоборот Посмотрел Раз Это же примерно Время чего Xbox 360 Или первого Xbox Да 360 Вот Мне интересно Что там Во время От того Как уже GTA 5 Выходила А там грустно Было В том-то и дело Там было Типа По-моему 720p Там Full HD Даже не было Это вот В Wii Ну блин По-моему Wii U Тоже была Не портативная Какая-то была Вторая Wii Которая Не портативная Сейчас попробую Отскреллировать Вот И Ну нет Wii U Это Ну да Преемником Wii Она просто Что геймпад У тебя в руках С экраном Но по факту Она так же К телеку Подсоединялась Вот Да Она первая Full HD Потому что Обычная Wii Была не Full HD И это прям Ну как бы Чтобы конкурировать С Xbox 360 И третьей Плойкой Это было Вообще Сильно С этим Вообще Не поконкурируешь Так скажем Мне кажется Часто консоли Не могут Поконкурировать С теми консоли Ну вот да Поэтому Ну Switch Блин Я видишь Из-за того Что я Плохо отношусь Ко всем покемонам Кроме первых 150 То есть Ко всем Последующим 20 тысячам То у меня Уже И не особо Вставляет Нинтендовская Вся Экосистема Зельду Я как-то Никогда Особо Не полюбил Марио Бесконечные Эти Как-то тоже Вот Я Как-то Такой думал Блин Причаститься Что ли Качал этот Марио ран Господи Какое говно Говно Не в этом плане Что Сама игра Хреновая А в том Что я слишком Старый уже Для бесконечного Раннера Где я не могу Реально встать Отдохнуть Поискать секретики А там Как в Сонике Все что-то Все что-то Рассыпается Я такой Не-не-не-не-не И вот это вот Именно Марио ран Он еще дальше Вбил Может быть Не окончательный Гвоздь В гроб Моего отношения К этой вселенной Но какой-то Предпоследний Так уж точно С покемонами Тоже Их стало так много И они все-таки Стали скучные И безликие По сравнению С первыми 150 Что тоже уже Насрать А в таком случае Что остается Из их Так скажем Линей Кто Свитч Что брает Что в Диабло Третьей играет Ну блин Нет Ради Ну опять же Как ты Ради эксклюзивов А все эти эксклюзивы Мне не очень Подходят Поэтому Не очень хочется В эту систему На данный момент Ну да Но это видишь Надо просто Много времени Я считаю Это как бы Как сказать Если у тебя в принципе Много времени То Ты можешь во все играть Там Я говорю То есть там можно играть В обычные игры Просто сидеть И Просто играть В Skyrim играть Опять же Я из-за того Что сильно ПК геймер В мультиплатформенной Играть на свитче Ну блин Зачем Это все равно Будет немного Другой опыт Ну кто-то Кто-то тебе скажет Что наоборот Класс Можно завалинки Но это вряд ли Будут люди Которые там Все вопросики Собрали Или все Побочные квесты Выполнили А я обычно играю Именно в таком ключе Ну да То есть это опять же От тех же Отвратительных мужиков Сальнич говорил Что это Я говорит Просто выхожу Без сумки Без сумки Чтобы типа Налегке Беру короче Джойконы В один карман Кладу Экран в другой Карман В куртке И иду Спокойненько Короче И там где-то На лавочке Играю Вот Ну это Это надо прям Хорошую размеренную жизнь Чтобы у тебя было Пойти на лавочке Где-то поиграть Я пока Семья не могу Такое даже И представить Я об этом и говорю Что да Это надо быть Много времени Ну Как бы А еще Покемон Го Мне тоже не понравился То есть к вопросу А реально Вот я пытаюсь Как-то Может быть Как-то И нет Говно какое-то Я пытаюсь Вот я Именно Нинтендо же сильно Сейчас Была же новость Да Мы с тобой Рассмотрим Что они прям Еще будут На iOS Всякого делать Ну И вот пока Все что не делают Все какое-то Говно Я пытаюсь Как-то через iOS К ним попасть Но iOS Игры Это настолько Мобильные игры Вот такие Именно Это настолько Другой мир Через который Лучше вообще Никуда никак Не попадать Поэтому Блин Видимо Это Бесперспективняк Даже Мобильный Ведьмак Это и только Говно То еще Хотя и просто Третий Ведьмак Говно То еще Мобильный Ведьмак Ты какой Имеешь Ввиду Реально Есть какой-то Официальный Мобильный Ведьмак Платформер Сбоку На телефоне На iOS А я что-то Не знаю Я знаю Что есть Ведьмак Который Как Pokemon Go А это Я даже Уже Не знаю Ну-ка Давай Witcher iOS Я загуглил Просто Witcher Adventure Game Да это Какая-то Фейк Может быть Но Блин Нет Не знаю Какая-то Была Сбоку Вид Может Что-то Еще Была Там На Nokia Что-то Я помню Но не помню Где Да и насрать В общем Вот Это Я мог бы Сказать Поэтому Мне просто Понравилось Что у них Оказывается Здесь есть Еще Статья Про Sony Такая же А да Это мы Как бы Можем Это неинтересно Показалось Но Из-за того Что у них Две их Первая Это Sony Вторые Игровые контроллеры Для Sony Уже сразу Хочется Обе Дропнуть Потому что Вот Две уже Статьи Это как бы Много Это Хуже Чем Одна Большая Ну Для них Понятно Лучше Больше Просмотров Но Бесит Если честно Плохой UX Не хочется Уже Их читать Поэтому Вот так Вот Ладно Я сейчас задумался И Действительно Есть игра Ты прав The Witcher Adventure Game И это Ну там Не сбоку вид А это Знаешь Такая Типа Мобильная Стратежка В Ведьмаковском Сеттинге Соответственно Мобильная Стратежка Да Я просто Блин Witcher Платформ Я сейчас Прям гуглю Witcher Mobile Платформ Это реально Было Где-то Еще Во времена Первого Ведьмака Или что-то Такое The Witcher Mobile Сейчас я найду Да The Witcher Mobile Загугли Девелоперс Брейкпоинт Польская Компания Но это Не City Project Наверное Делали Потому что Я Тоже Поляки Какие-то Ага Я тебя понял Я причем Сейчас загуглил В DuckDuckGo И там Естественно Ни хрена Нет А почему Я тоже В DuckDuckGo У меня на EGN Первая Ссылка Была The Witcher Mobile Game Witcher Мы сейчас Нашу выдачу Посмотрим У меня На Игроманию Я писал Именно Witcher Mobile Платформер Vision EGN Да А не Не то Да ладно Я понял Но короче Там реально Вид сбоку И Что-то там Прям Рубили Я видел Кто-то играл Но это реально Как будто На кнопочных Телефонах Тут скриншоты Вертикальные 176 на 220 Типа такого Я вижу Да Замечательно Но там реально Такие же модельки То есть там Узнается Именно Ну ты Понял Да Там узнается В общем Вот Хорошо Я не помню Что я про него вспомнил Но типа тоже какая-то хрень Я к тому что в принципе Мобильные игры Плюс-минус хрень Вот и все Дальше две мои статьи Не буду сильно Так сказать Много их Рассказывать Давай Ну хоть как Ничего скажи Да Как ощутить интернет 2000 года Классная статья Я прочитал Всю Кайфанул Вот Но Я не готов Здесь заново Ее тоже перечитывать И сильно кайфануть Здесь рассказывается Во-первых Просто Ну типа для зумеров Для тех кто Не жил тогда О том вообще Что такое было интернет В конце 90-х В начале 2000-х О том Ну во-первых Здесь всякие там Типа Звуки модема Вот это все Рассказывается о том Что там карточки покупали Почасовые На интернет Вот У меня кстати Такого не было Только у друзей было У которых я много тусил Там в детстве И так далее Но именно вот в эти времена У меня был комп без интернета Как-то мне родители говорили Типа там Обойдешься В таком духе А потом уже Когда появился Именно широкополосный интернет Интерсвязевский Вот Атон у меня уже был И безлимитный Типа там После 2007-го Где-то вот я Нет 2000 Да 2007-го Я приехал из Германии И оплатили безлимит Именно А просто интерсвязь у меня была С 2004-го Лимитная Так сказать Вот Тут просто рассказывается о том Что Типа представьте Что вот 56 килобит в секунду Просто типа Заэмулируйте в хроме Ну в хроме же можно Замедлить соединение И попробуйте посидеть Ну понятно Что сейчас это Некорректно Потому что сейчас Настолько жирные сайты И по джаваскрипту И вообще по всей фигне Что как бы Ну ни в какое сравнение Не идет с тогдашними сайтами И Сейчас реально Невозможно Ни один сайт будет загрузить На таком Соединении А тогда это было вполне реально И даже Была настройка в браузерах Типа Не загружать картинки по дефолту Чтобы у тебя Ты зашел У тебя Прогрузился весь текст А потом Когда картинки Какие тебя заинтересуют Ты правой кнопкой Подгрузить картинку делал И в общем Вполне себе Нормально себя чувствовал Плюс Опять же Вот это И здесь как бы Они очень Авторы статьи Или авторы Я не знаю Ну тут как обычно Статья какой-то компании Вот Они рассказывают о том Что реально Попробуйте Вот просто Типа один день Там выходной Попробуйте Именно вот Посидеть в интернете Вот по часам Ну типа Что вот там До двух часов Условно говоря Потому что Ну Типа вот Тарификация же была Либо по часу Либо по полчаса То есть если ты Новый час начался У тебя уже за него Денег тоже снимут И ты именно Выгадывал Ну не ты там Люди Выгадывали Как посидеть Именно вот за этот час И там за пять минут До конца Выйти Чтобы За следующий час Уже денег не списали Вот И именно о том Что там Пооткрывать кучу ссылок И потом почитать Уже в оффлайне Или реально там Скопировать текст Скачать Или выкачать Прямо целые сайты Я тогда еще помню Был этот формат Веб-архив Или как-то так Ну там в один файл Короче это можно было скачать Чтобы не просто Скачивать HTML И там Всякие папочки С картинками И так далее А именно Можно было одним файлом Скачать Просто чтобы удобнее было Вот И Ты понимал Что там Когда ты в оффлайне Смотрел И видел какие-то Гиперссылки Ты про себя отмечал Ага Вот это я прочитаю В следующий раз Когда выйду в интернет Вот это само выражение Выйти в интернет Вот Это конечно да Еще прикольно было то Что телефон-то был занят В этот момент Ну на модемном интернете Потому что ты использовал По факту это соединение И как бы ну Это достаточно Так сказать Фрустрировано было Для домочадцев Вот Плюс Вот это тоже Я прям вспоминаю Проблемы с кодировкой Вечные То есть заходишь На какой-то сайт И по факту Не везде был Юникод Там какая-нибудь Кои 8 Или Windows 1251 Кодировка была Потому что Винда по дефолту русская И соответственно Браузер русский И юникодовские сайты Там не открывались Например И надо было Именно заходить В настройки браузера Выбирать кодировку И соответственно Там выставлять И это тоже Такой отдельный Прям опыт был Это я еще помню Это мы еще В воскресной школе Такое делали То есть это прям Вот уже Можно пощупать Это реально 2000 Там какой-нибудь Пятый Четвертый Типа того Было Вот Что еще Ну и просто Они здесь говорят Если просто Через Wayback Machine То есть через Веб-архив Походить на Старые версии Сайтов Даже привычных Для нас сейчас То можно Тот самый Филинг словить И именно Вот по старым Версиям Походить С урезанным Соединением Тогда это будет Примерно Вот тот опыт И вот это Прочувствовать И интересно Плюс здесь Также есть сайт Ну не реклама Просто рассказывать Есть сайт Oldweb.today В котором Именно можно В браузере Заэмулировать Иешку шестую Или там Netscape И Это тоже прям Ну Сука Я прям вот Смотрю И я Ну у меня Аж Олдскулы сводят Я прям вспоминаю Как это было Это конечно Охренительно Я помню Когда было Что мы в этой Воскресной школе Все задания сделали И нам на оставшиеся Там 20 минут И нет Включили Или было кайфово Что были занятия Когда надо было В инете Находить какую-то инфу И на все занятия Включали инет И он естественно Был безлимитный Ну в институте Это проходило В институте Был безлимитный интернет Они там Покупали какой-нибудь тариф Типа там 20 мегабит На всех На весь институт Но у нас была Воскресная школа По воскресеньям Поэтому Не было сильной Нагрузки никакой И это конечно Я прям сейчас сижу И у меня Флэшбеки Вот Плюс вот здесь Показывают Загрузки да Что ли Строка Как это сказать Ну короче Когда сайт грузится Вот это снизу строка И там заполняется шкала Типа насколько Страница загружена Она конечно была Абсолютно неравномерная Но типа мог Сайт зависнуть в начале Потом хоп Сразу до конца И все Или опять же Зависнуть в самом конце Что почти загрузилось И до конца загрузится Там только реально Через там Минут 3-4 Вот Это тоже прям Сводит сильно Олдскулы Ну а дальше Уже здесь В конце статьи Именно То что мы обсуждали С тобой Гифки В разное время У нас были темки Там вот Мы с помощью обсуждали Сайт Капитан Марвел Да Сайт Спейс Джем Где навигация была С помощью имидж мэпов Сделана Ну и так далее Плюс тут Рассказывается Про Масяню Про эти флэш ролики О том Что это было На самом деле Целый эпизод Масяни Всего 1 мегабайт весил Хотя казалось бы Ну просто вдумайтесь Вообще в это Это было прям круто Можно было На дискете передать Вот да Возможно так кто-то и делал Даже Поэтому Если хотите вдруг Прочувствовать Что-то отдаленно Напоминающее То интернет Тех годов Вот прочитайте Эту статью Воспользуйтесь советами Как где там Что замедлить Где как Что симулировать И в принципе Было достаточно круто Мне Я с теплом Вспоминаю Больше ценилось Как-то время Проведенное в интернете И та информация Которая там была получена И было меньше Трэш информации Потому что Ну как бы Слишком это было дорого Потреблять Трэш контент В те годы Ну просто потому что Это реально Время, деньги Так сказать Блин Мне очень понравилось Потому что я вообще Прочувствовал всю Полностью статью У меня еще был Такой период Когда у меня Был интернет Который только 100 мегабайт В месяц Да Было Вот И я очень сильно Этот период запомнил Потому что Короче он у меня был Какой-то основополагающий Потому что у меня Интернет именно начался С того что 100 мегабайт максимум Ну да Да Вот у меня Три года так было Где-то Да И короче Блин Я всегда подгадывал Там какие Где гифки скачать Для форума Который работает у нас По локалке тут Внутри Челябинска Вот И я всегда заходил На игромания.ру Он у меня отжирал Там 100 тысяч мегабайт Просто остальными картинками Но я заходил сразу В список пользователей На форуме игромании Выравнивал по крутости Вот Находил там Крутых пользователей Всяких Там Супер Каких-нибудь там Чуваков Которые Пишут на форуме игромании Каким-то образом Там с интернета Вот И находил у них гифки И у них Аватарки Их Сохранял себе Короче На рабочий стол А потом себе Ставил на форуме Уже нашим локальным Типа я крутой Ну да Мне ты эту историю Уже рассказывал Может быть Со зрителей Или слушателей Тоже знают Но это круто Это круто И да Было Может быть Два Я уже не вспомню Может и четыре И там На движке В булете Есть графа Когда был Максимальный онлайн И максимальный онлайн Был в 2011 Да Да Я знаю Я знаю Там справа Написано Я именно так С грустью Смотрел Хотя в 2011 Я уже не сидел По-моему На нем Но Ну конечно не сидел А то уже мы в универе учились Да Конечно Но Прикольно Что даже не в наши времена А именно вот в 2011 Это как-то даже и неожиданно Может там конкурс какой-то Конечно проходил Именно так в 2011 Там что-то там Ну да Самая движуха была Конечно 2008 2007 Ну вернуть Потому что его надо Да Надо вернуть В общем да Последняя Это тема Вспышка Что такое Ethernet cable И здесь просто Зумером Инсайдер Я до сих Бизнес инсайдер Я правда не понимаю Это мета-ирония Или на полном серьезе Это рассказывается Здесь написано Что типа Что такое Ethernet провод Или как сделать Чтобы у вас был Более быстрый Стабильный интернет Чем Wi-Fi То есть не столько Для людей уже Wi-Fi это Как бы само собой Разумеющийся Что когда им Расскажут Что есть что-то Более быстрое Стабильное Такие Что реально И для них это Именно лайфхак Какой-то Что можно по проводу Подрубиться в роутер Или там В свитч Который уже в роутер Будет воткнут И что Это будет работать Быстрее чем по Wi-Fi Не будет там Обрывы какие-то Ну то есть блин Это смешно Не ну слушай Это даже и хорошо Получается Мы уже в такой эре Когда даже все Вообще работает Через Wi-Fi Телики И PlayStation И все что угодно Да Но работает хреново Потому что Когда ты смотришь В кинопабе Не на пабе На Apple TV Какой-нибудь дерьмо В 4К То на Wi-Fi Только так Может отлетать Только так Особенно вечером Когда все остальные Так же сидят Смотрят А по интернету Стабильность Она плюс-минус Более гарантируется Поэтому я когда ремонт делал Я уже заложил Один интернет провод Именно за телек Чтобы как бы Удовлетворить Свои нужды В этом вопросе Чтобы навсегда Конечно Все правильно Вот Поэтому Удивительно Что такие статьи На полном серьезе На серьезных щах Я бы даже сказал Появляются На серьезных ресурсах Это конечно смешно Постирония некая Круто Мне понравилось Да В общем вот Такой у нас Сегодня подкаст получился У нас супер подкаст У меня до созвона Как раз 2 минуты Мы как будто гений А я поглядывал Я поэтому пытался Ускоряться в конце Поэтому Обсуждаем обойку Прощаемся Давай Давай А кстати на патреон Зайдем Скажем Назовем Блин 2 минуты 2 минуты Я успею Да лучше патронов назвать Чем обойку Обсудить Ладно Давай Что там патроны Это гений Лучшие Релэшншип менеджер Мой любимый Выравниваем По Пледжу Итак Патроны Спасибо Нашим штурманам Одному Никите Ларку Спасибо почетным космонавтам Ануар Болгимбаев Бэт Кэт Дмитрий Скрипкин Графа Балмасов Кеша Пуделев Константин Мудрюк Ольга Лемешко Петр Гульчук Игорь Катив Продакшн Илья Капустин Паша Мое Почтение Артур Сабиров Это почетно Космонавты Просто Юджин Скакун Владимир Анохин Алексей Фреймо Андрей Чиг Антон Потапенко Эдуард Мисков Эльмира Халилова Игорь Ли Айрон Вулф Иван Мирзавцев Иван Савин Иван Сухин Иван Ксоксо Кристина Кхалитова Миша Кхохлов Никита Гончаров Петр Гаврилов Рома Фролов Трофим Владимир Ливандовский What is love Явеб Геннадий Хатовицкий Илья Смагин Спасибо, чуваки Да, спасибо всем За поддержку Мы это делаем В основном Только ради вас Конечно Давай пойдем Ваших кредиточек Да На обойке Я вижу На обойке Которые к этому подкасту Я вижу Место Очень знаменитое В Америке Где-то, видимо, Рядом с Гранд Каньоном Нет, это Это Рашмор Вот эта вот Гора Рашмор Где Выбиты На скале Четыре лица президентов Каких-то великих Наверное, для них Из них я знаю Линкольна Из них я знаю Этого Франклина Ну и Вашингтон Джордж Вашингтон Ой, Вашингтон А вот Усатый Это кто? Усатый Это Томас Джефферсон Это тот президент Который был Когда эту скалу делали Его тоже туда закинули Может он денег дал Может он сказал Чуваки Не разрешу Если меня туда не вкинете Как-то так Ну вот Да Но я думаю Что наш Подкаст Это он Потому что Он как бы Незавимно присутствует Незавимно присутствует Везде Даже Там, где вот Не надо Не пришей кобыли Как говорится Да А ты как считаешь? Слушай, я считаю Наш подкаст Это вот эта дорога Она настолько классная Кстати, сейчас там ремонт Я смотрел На Тоже На одном канале Я почему Эту тему Я эту обойку Не встретил Случайно Я ее нашел И умышленно сюда вставил Потому что я про это смотрел О том, что там сейчас Пройдет Там сейчас ремонт ковидный Потому что мало посетителей Они решили отремонтироваться Так вот наш подкаст Это вот эта дорога Которая Вас ведет Вот эти флаги Вся фигня Колонны Это темки По которой вы проходите Преисполняетесь Так сказать В мудрости И уже уезжаете Обратно на автобусе Или там на машине Домой к себе А к нам вы приезжаете Именно вот Пройтись И это Кайфануть Посмотреть А сама гора Это обойка Которую мы в конце Смотрим, когда уже все темки прошли Блин, как-то круто Вообще охренительно Чтоб ты знал Микрофакт Вашингтона Хотели в полный рост сделать Но дошли где-то до Селезенки И решили, что нет Видишь, у него Именно больше других Так сказать Выдолблено Да, вижу Поняли, что это будет Слишком дорого И дропнули эту затею Но вот, да Хотели его в полный рост сделать Как прям Отца основателя максимального Ну хорошо Ну все, что, круто Спасибо всем еще раз Спасибо всем Если вы досюда досмотрели Тем более поставьте на паузу Поставьте колокольчик Вот И увидимся уже в следующих видео Да Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok